Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами в середине дня сегодня будет трейдер и управляющий активами из Москвы Алексей Моисеев. Алексей, приветствуем вас! Игорь Николаевич, приветствую, приветствую, друзья, коллеги! Как вам сегодняшний день? Что интересного происходит? Сегодняшний день практически никак. Ничего интересного не происходит, на что бы можно заострить внимание. День какой-то такой совершенно безидейный, безинициативный. Единственное, была небольшая идейка на Рижке. Сейчас давайте тогда сразу посмотрим. Давайте. Давайте посмотрим. Видимо, экран хорошо. Экран видим хорошо. Ну и отлично. Так, я тогда камеру отключаю. Она здесь совершенно не нужна. Так, что у нас касается Рижки? Рижка у нас сегодня, конечно, не сегодня, а вообще инструмент растущий. Инструмент растущий. Давайте посмотрим баровый график. Тут четко виден вот эта вот тенденция растущая. Тут у меня даже двухсотдневная средняя расположена, как бы, да. Иногда она пригождается для общего понимания тенденций, чтобы смотреть. Понятно, что здесь в данной ситуации достаточно сложно какие-то шорты рассматривать. Да, тут пока что, опять же, повторяю, тенденция растущая. Но, тем не менее, что тут необходимо заметить? Первое. Если посмотреть, у нас вот это вот каждый бар равен одному месяцу. Пока что мы тут даже торгуемся выше зоны стоимости месяца мая. В таких случаях однозначно стоит рассматривать только лонговые ситуации для сделок. Последние семь дней посмотрим, что у нас, да. Вот семь дней не очень радует. Мы смотрим последние два вот этих вот периода по семь дней. У нас идет уменьшение объемов вот этих вот в данной динамике, что не очень хорошо для продолжения дальнейшего движения вверх. Кроме того, ну, я в своих обзорах уже не буду на уровнях там опционных показывать там, да, то, что свои мысли я показывал уже в предыдущих видео, то, что много достаточно продавцов путов сейчас находится в рынке. Скорее всего, конечно, экспирироваться будут где-то сверху данный контракт. Но, тем не менее, если обратить внимание на сегодняшний день, он у нас имел вот этот вот объемчик 22.056. Он у меня подсвечен синим цветом. Да, в былые времена, конечно, года 3-4 назад подобным цветом я выделял за 30 тысяч, это диапазон 100 пунктов, да. Но, тем не менее, сегодня с утра открылись, с утра открылись, если брать с открытия рынка с утра до вечера. Набили объем, прошли немного, спозиционировали его в покупку. Но, тем не менее, вот эти вот безобъемные часы следующие мы пока набираем начальный баланс. И, в принципе, рассмотреть идею, что мы сегодня после набора вот этого баланса, с учетом того, что первый час распределился вниз, попытаться отыграть идею все-таки ухода к нижней границе куда-нибудь в район 124-590, в принципе, вполне интересно с небольшим стопом попытаться. Сделка эта будет понятно, что она контртрендовая, соответственно, к ней должны применяться правила контртрендовым сделкам. Основные правила для меня, например, быстрое, в безубыток перевод стопов, когда контртрендовые сделки, да, небольшие цели, небольшие стопы, соответственно, да. Ну, это основные из самых главных. Но, тем не менее, второй вариант, конечно, можно было бы подумать. Сейчас я посмотрел Куты. На следующий четверг экспирации они по 90 рублей были, вот буквально чуть до этого. Тоже, в принципе, интересно было бы совсем небольшую сумочку взять куда-нибудь 120-е Путы на случай обвала, на случай обвала, да. Но, тем не менее, повторяюсь, пока что тренд растущий, пока что тренд растущий. Все сделки шортами – это контртрендовые сделки. Контртрендовые сделки, понятно, что их в три раза тяжелее совершать, чем по тренду. Это все знают на первом месяце обучения, это все знают, как бы тут заострять на этом внимании смысла нет. Ну, понятно, что единственное, что, вот, опять же, к этому графику, если вернуться, более такой показательный, это у меня график, каждый бар здесь равен одной сессии. То есть, одна сессия – это с 7 часов вечера до 7 часов вечера следующего дня. Тоже иногда показательный, иногда пригождаемся. Видим мы то, что нижняя граница 124-300, верхняя пока что 127-350. Видим сверху, накрывают объемы, пока они распределяются вниз. Снизу у нас тоже были вот эти вот, мы их можно назвать, допокупочные, да, вот, на низкой ликвидности. Но это даже не удивляет, то, что Ришку запихивают вверх на низкой ликвидности. То есть, обычно на вечерней сессии или в дневную сессию, когда небольшие объемы пытаются запихнуть пока что Ришку вверх. Это говорит о том, тоже подтверждает основные мысли, то, что пока что большие деньги стоят в лонгах и где-то внизу экспирироваться они совершенно не желают. Но, тем не менее, лично мое мнение, что потихонечку все-таки сбрасывают они позиции, сбрасывают они позиции контрактные. Все равно, когда-то надо сбрасывать, а до конца контракта 20 дней остаются и потихонечку фиксируют все, все равно какие-то свои позиции. Так, следующая осишка. Тоже достаточно в моменте неприятный инструмент, он то растет, то падает. Мы тут видели, я занимал позицию лонговую, я показывал в прошлый четверг, но выбило меня по забытку ту лонговую позицию. Так, что у нас тут стоит заметить? Тут на объеме неплохо растем, снизу видим четко у нас подбиваются объемчики, они распределяются вверх, сверху накрываются. Также они будут показывать, долго это время займет по открытому интересу, кому интересно, может посмотреть на сайте Мосбиржи, там достаточно интересная ситуация, когда рынок вроде бы на объемах пытается расти, почему-то увеличиваются позиции именно юридических лиц. Увеличиваются они так прямо процентов на 10, в шортах я имею в виду, в шортах, да, то есть почему-то юридические лица предпочитают продавать, а это несколько настораживает. Поэтому по-прежнему для меня ключевой уровень 66 тысяч, чтобы какие-то такие более уверенные лонги производить, да, все-таки мы должны выйти выше данного уровня и закрепиться. Вот это вот накопление, вот это вот скопление красным квадратиком у меня объемов, оно все-таки говорит само за себя. Пока что мы торгуемся ниже, тут явная борьба, явно как бы вот в моменте раскореляться выше стоящих уровней и ниже стоящих, мы видим на ниже стоящих все-таки какие-то покупки идут. Ну, если я повторяюсь посмотреть открытый интерес на сайте Мосбиржи, мы видим, что у нас опять традиционные физики на низах покупают, толкают рынок вверх, а сверху накрывают юридики и увеличивают тем самым свои открытые позиции именно в шортах. Почему это происходит, сказать я, конечно, затрудняюсь, ну, наверное, у них, может быть, есть какая-то инсайдерская информация или еще что-то, ну, конечно, стоит это держать в уме. По-прежнему уровень 65.070 достаточно неплохой, я его отмечал несколько раз, он у нас отрабатывал. Если брать внутри дня какие-то идеи, сказать, да, то, в принципе, от данного уровня, учитывая то, что сегодня статистика у нас будет на нефти, статистика на нефти, смотрим, как эту статистику будет отыгрываться, в принципе, попробовать здесь вот 65.070-65, попробовать от ланга отыграть, ну, по крайней мере, до уровня 65.430, и взять где-то 400 пунктов сегодня в пятницу, такая идея, в принципе, неплохая. Если будем уходить ниже 65.070, ниже 65.070 на статистике на сегодняшний день, да, и будем закрываться сегодняшний день ниже 65.070, я, конечно, приостановлю какие-то вообще поиски идей от ланга в данном инструменте. Ну, опять же, повторяюсь, если мы на статистике не уйдем, все-таки будем как-то сегодняшний день закрывать, ну, скажем так, не будут нас пускать до конца дня ниже уровня 65-65.070, тогда я, в принципе, попробую присмотреться, ну, опять же, с небольшими стопами, с небольшими целыми по данному инструменту от ланга. Ну, вот такие вот мысли, как бы, мысли вкратце, тут тоже можно долго показывать различные графики по Стадельмайеру, зонами стоимости, я думаю, как бы в рамках данного выступления смысла, наверное, особо в этом нету. Так, нефть. Нефть, сразу хочу сказать, по-прежнему у меня приоритет от ланга, ой, от шарта в данном инструменте. Когда я говорю приоритет от шарта, это не значит, что в моменте внутри дня не совершаю никаких сделок от ланга, совершаю, пытаюсь, делаю. По-прежнему вот этот канал у нас идет растущий, по-прежнему растущий канал. Я это называю, вот это вот уже, тоже несколько раз рассказывал, вижу, как слом, как слом пока что в моменте, ушли ниже канала. И что у нас сейчас образовывается? Все-таки, опять же, смотрим, как сегодня статистика, не исключаю то, что мы протестим вот этот верхний канал, протестим. Не исключаю такую возможность, потому для себя, конечно, все, что ниже 6705 и выше 7043, сейчас мы находимся в середине вот этого вот накопления, пока что торговать сложно. Тут уже надо смотреть текущую ситуацию, как у нас распределяются активность, активность, объемы именно внутри дня и просто присоединяться именно к внутридневной активности. Опять же, это торговля внутри дня. Ну, при подходе, по крайней мере, вот мы видим тут практически три дня у нас закрывалось, да, закрытие по 70.08. Если сегодня толкнут котировочку вверх, пробьют вверх, да, тут уже буду присматриваться к каким-то более интересным позициям для шарта. Ну, опять же, у нас сегодня 30 число, 30 число, сейчас экспирации на нашем рынке по нефти, на американском рынке. Я посмотрел то, что следующий контракт, он торгуется заметно ниже, заметно ниже, там, по-моему, на доллар, чуть ли не полтора доллара, что я вчера, по-моему, смотрел. Кстати, еще тоже хочу заметить, такая достаточно интересная, момент на Рижке, на Рижке. Я вот вчера буквально смотрел, следующий контракт очень сильно дешевле торгуется, чем настоящий контракт. Это немножечко тоже настораживает. Я что-то вот так вот не припомню такой разницы в разнице контрактов. Это у нас бэквардация, по-моему, называется, да, когда текущий контракт торгуется дороже, чем следующий контракт. Ну, разница слишком большая. Я вот помню, раньше смотрел, ну, 800 пунктов разница, да, за 20 дней до экспирации. А тут прямо что-то посмотрел, там чуть ли не 2,5 тысячи была разница. Хотя в моменте, посмотрим, может быть, пока еще рано судить о данных вещах. Но, тем не менее, берем на заметку и этот фактор. Следующий Сбербанк. Фьючер на Сбербанк. Так, пока грузится, посмотрим, что у нас тут. Так. По акциям, ну, тоже, как бы, тут ни рыба, ни мясо. Верхняя граница однозначно 244, нижняя граница пока 220. И, что касается акций, конечно, тут, если какие-то такие среднесрочные позиции занимать, необходимо дождаться какой-то более серьезной коррекции, да. Ну, хотя вот эта вот направляющая вверх, она видно отчетливо в данном инструменте. Так, что касается у нас фьючерсов. Также по-прежнему вот этот вот уровень 22270, никак мы не можем его одолеть, никак не можем его одолеть. Постоянно, как подходим к зоне, к скоплению вот этих объемов, пытаются нас затолкнуть ниже. И даже сегодня, насколько я понимаю, присутствует продавец. Ну, вот, все-таки ожидала как-то от данного инструмента больше порытья в плане работы от лонга, но пока что, опять же, повторяюсь, я и на прошлый четверг говорил, да, вот меня интересует уровень 22270. По крайней мере, мне бы хотелось увидеть движение вверх выше данного уровня, ну, закрытие выше данного уровня, там, хотя бы поторговаться дня часа 3-4, да, чтобы можно было себе поставить цели в район, ну, хотя бы 23450. Цель вроде небольшая, но влезать в текущей ситуации, на текущих ценах, ну, совершенного желания нет к данным инструментам. Газпром. По Газпрому. Тренд растущий, и вот, тоже на сайтах некоторых читал, кто-то пытается шортить. Я, конечно, в такой ситуации никогда такой инструмент сильный в текущей ситуации, никаких шортов, даже внутри дня не буду рассматривать тут. Если какие-то будут идеи, то только вот лонган, только вот лонган. Смотрим на акции, соответственно, вот этого движения вверх, пока что растущая. В текущей ситуации мы практически не смогли обновить максимум, поэтому все-таки я жду какого-то движения в район 199. 199. Ну, по текущему инструменту, там, насколько я вот не отслеживаю эту информацию, скоро там, как я понимаю, отсечка будет по данному инструменту. Необходимо, я все-таки, думаю, дождаться этой отсечки. После отсечки, естественно, цена упадет на уровень дивидендов, на уровень дивидендов. Посмотрим, как будет цена реагировать, видимо, немножечко после этого. Если будет какое-то падение, все-таки мы увидим, то здесь уже присмотреться в данном случае к лонгану в текущей ситуации. Вот такая вот основная идея, других идей основных нет. И тут мы видим по фьючерсам, тут однозначен один сплошной рост, один сплошной рост, и никаких шортов, идея с шортами тут мне-то быть не может. Кроме того, тут даже вот эти вот графики посмотреть, опять же, просто до Майору тут. Месячный график, торгуемся выше зоны стоимости. В данном случае никаких шортов мне-то быть не может. Даже недельный график, если смотреть, также мы пока торгуемся выше зоны стоимости. Единственное, что тут есть смысл подождать какого-то отката, но это в теории, да, вот, в теории Стадельмайера, как бы подождать отката в район 2900, верхняя граница накопления зоны стоимости, отсюда уже искать продолжение лонгов. Ну, вот такие вот идеи, по большому счету. Так, следующее золото. По золоту по-прежнему ситуация достаточно неоднозначная. Данный инструмент, он какой-то лихорадит достаточно, хотя я также посмотрел, решил заглянуть в опционы уровня, посмотреть, а что хоть там народ продает, да. Ну, народ в основном продает, конечно, путы. Хотя, конечно, судить по нашему рынку, там настолько мало открытый интерес именно в опционах, конечно, нельзя там буквально 400, по-моему, там контрактов открыть, да. Но, тем не менее, то, что продают все-таки путы, может быть, они надеются на то, что если упадет, хоть что-то заработают, а в низах можно будет купить по поле чешевым ценам, такие стратегии тоже есть, такие стратегии, не знаю. Но, тем не менее, в данной ситуации, опять же, мы торгуемся, что-то можно сказать, торгуемся на нижней границе практически зона стоимости накопления данного ядра, поэтому тут от шарта сложно как-то пытаться работать. Скорее, тут более интересно искать какие-то истории с лонгами, с целями к верхней границе данного накопления. Но, тем не менее, вот такая вот волатильность, она очень подозрительная. Также вообще безидейная, по крайней мере, практически безидейная, да. Тут то вверх, то вниз, и объемы практически сложно тут что-то с ними придумать. Вот единственное, что максимальный объем текущей недели, сейчас мы торгуемся ниже. Единственная идея, облокотились, можно сказать, на объемы не прошлой, а позапрошлой недели. Если сейчас откупят, как бы, да, выше 1280, с каким-то маленьким стопом постоять до уровня 1293, вот, пожалуй, единственная идея, да, которая тут в данном инструменте лично у меня. Так, ну, Игорь Николаевич, наверное, ну, пожалуй, все. Такие основные инструменты посмотрел. Хорошо, спасибо большое, Алексей. Заходите в эфир. Включайте камеру, заходите в эфир. И вот Евгений Питерский приготовил вам вопрос. А как понять, что они набирают в шорт или в лонг по объемам? Вопрос не очень понятен. Ну, вот Евгений, он же выходит в открытый эфир, пусть выйдет. Что он имеет в виду, набирают в шорт или в лонг по объему? Вообще, вот вы мне вчера, как бы, интересно, достаточно, наскидывали, там, предлагали поучаствовать в баттле, Игорь Николаевич, да? Да, да, да. Ну, вот там, знаете, вы неправильно поставили вопрос, поработают ли объемы? Вот вы так его поставили, да? Это жизнь так поставила вопрос. Знаете, я вот в прошлом году очень такую классную книгу прочитал. Алексей, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Ага, что за книга? Брэд Стинберджер, да, самоучитель трейдера. Так, и что? Знаете, очень понравилась данная книга, очень понравилась данная книга, там, ну, это как бы не вот трейдинг, я про трейдинг, как он рассказывал, да? И вот там была одна мысль, одна мысль, которая мне достаточно интересного понравилась, там было, что нет трейдин на рынке, в которой мы работаем, есть люди, которые не имеют пользоваться одной или другой трейдинге, одной или другой трейдинге. Вот, Евгений, понятно, то, что он на каких-то других трейдингах будет, да? Но, тем не менее, как мне кажется, объемы, они у нас сложные, то есть на рынке, да? Я где-то в прошлом году, когда начинал, я показывал все свои статистические таблицы, которые я там, ну, по крайней мере, раньше их каждый день ел, да, чтобы делать определенные выводы. Сейчас я только определенные дни еду, да, я их записываю, обучаю в определенные таблицы, чтобы понять, как это может быть. Поэтому тут, как понять, что набирают в шорт или в лонг, это в течение одной минуты не определить. В принципе, один из критерий, которым нужно, это максимальный объем. То есть тут достаточно, и опять же, набирать в шорт или в лонг на каком-то амфрейме. Тут можно, знаете, говорить о тенении об этом, да? И на самом деле, это обширный материал, не давайте, например, в среднесрочной тенденции. Некоторые берут, чтобы понять максимальный уровень недель, да? Если они видят то, что следующий максимальный уровень выше предыдущих, они считают то, что рынок, в принципе, набирается. Опять же, тут очень много факторов. Надо смотреть, как набирался, какой контракт. Ведь на самом деле, каждый инструмент, он имеет свою структуру. Евгений, это, наверное, прекрасно знает. Тем более, я и смотрел его выступление. Такой опытный чемпион наш, да? Кстати, я вот смотрел, компионат у нас, что-то пропали на таблице. Он переделывается, что ли? Да, да, сейчас делается новая таблица, новые условия. Мы перешли на формат Кубка Робинса, то есть там два основных параметра, это круглогодично и минимальный депозит 5000 долларов США. Так что мы сейчас переходим, переделываем таблицу, ждем вас на этом чемпионате. Поэтому, так сказать, без вас какой чемпионат, Алексей? Ну, спасибо на добрословие. Да, да. Я даже думаю, что примерно такое, в таком ведуке. Ну, давайте я еще Евгению Питерску скажу, если... А давайте, знаете что, давайте мы ему слово дадим. Евгений, а зайдите, может быть, мы вам рассказываем не то, о чем вы спросили, потому что я, честно говоря, не очень тоже понял вопрос, набирают шорт или в лонг. Ну, мы увидим открытый интерес. А как понять? А, ну, собственно, как понять? Добрый день, слышно меня? Здрасте. А, привет. Привет. Я просто на улице сижу, может быть, это пропадает, поэтому и писал. Нормально слышим. Слышим хорошо. Алексей, у меня просто вопрос, ну, без какого-то предвзятости, да, ну, мы же торгуем с вами опционы, да, и поэтому я и спросил, что как можно увидеть, ну, по объемам, что это именно шорт или лонг, да, вот поэтому и спросил. Это опционы, которые дадим? Что? Опционы, имеете в виду? Нет, 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 ну, вот вы показываете, что вот сегодня даже, да, по РТСу, что вот здесь набирали шорт, а почему шорт, а не лонг? Вот я, ну... А, ну, смотрите, если что касается сегодняшнего дня, что касается сегодняшнего дня... Хорошо, можно не сегодня, Алексей, не привязываться там к инструменту, а в плане того, что как вы вот по объемам просто видите, ну, это... Ну, мне очень интересно этот вопрос, как вы именно видите, что здесь берут лонг, а не шорт. Ну, если в двух словах... Да, да, в двух словах. Мы видим объем, видим реакцию на него, определяем, к какому таймфрейму данный объем можно отнести. Естественно, если мы смотрим пятилетний объем, ой, пятилетний какой-то таймфрейм, и видим на часе какой-то всплеск объема, это вряд ли можно отнести, да. Мы сейчас, я показывал сегодня внутри дня объем, который вышел у нас, именно относящийся к короткому таймфрейму, часовому, его можно отнести, ну, к месячному таймфрейму, да, скорее всего, к недельному таймфрейму. Я увидел то, что этот объем, он как бы 20 тысяч, для текущей ситуации, на проискале 100, он достаточно имеет вес. Я, опять же, сказал, там 3-4 года назад 30 тысяч был, да, который такой вот имел вес. Сейчас он и объемы значительно уменьшился, и все остальное. После чего в следующий час он четко открылся и спозиционировал данный объем вниз. Данный объем вниз. Естественно, понятно, что защищают верхние границы данного уровня именно в данном инструменте. Поэтому я для себя именно внутри дня избрал стратегию от шарта. То есть для меня это было показателем того, что именно внутри дня, я не знаю, там, убирали позицию, да, или скидывали, фиксировали раньше. Но тем не менее я увидел реакцию, увидел реакцию, да, увидел то, что день пока что складывается в балансе, первая половина, да. И тем не менее, как бы, в данном случае понятно, что приоритет пока для меня лонговый, приоритет лонговый. Я, в принципе, у меня, кстати, по РТСу, ну, есть видео, по-моему, в воскресенье записывал на моем канале. Там, если интересно, там более подробно, там, кстати, и по уровням, по опционам, там, да, тоже обращал внимание. Да, если можно скины, да. Ну, я правильно понимаю, что 20 тысяч контрактов, да, сегодня, которые вы увидели на первой свечке, вы считаете, что это защищает уровень? Ну, ваша точка зрения. Я здесь, ну, не спор, а просто интерес, ну, как бы мне, вот. Ну, знаете, чтобы не путать какие-то, вот, знаете, именно не путаться в терминах и в понятиях. Не в терминах, просто говорю, что 20 тысяч контрактов по РТС? Нет, сейчас 20 тысяч контрактов, 20 тысяч контрактов. Первое, что мы, вот это вот у нас диапазон, там, 120-127, да, который я показывал, верхний диапазон. Я показывал там, проходят по верху, проходят по верху, внутри дня, на открытие. Тут я еще, знаете, он... А, как же его фамилия-то? Да, Алексей, не надо. Просто я говорю, мне, ну, ваша точка зрения, я вас уважаю, как бы, и поэтому вашу... Мне не надо кого-то, как бы. Просто я сейчас скажу... А, не, не скажу, запись идет. Ну, сколько моих контрактов вот в этих 20 тысячах, как бы, вот. Я из-за этого просто спросил. Просто из-за этого я и спросил. На самом деле, тут ситуация такая, то, что у нас идет, опять же, если брать вот конкретно этот, вот конкретно вот этот вот объем на данном части и позиционирование его вниз, тут еще есть сложность, то, что идет раскорреляться, раскорреляться среднесрочного тренда с внутридневным. То есть я увидел... Я уже не понимаю, Алексей, честно, столько много слов. Я говорю, что по... Вот мне был вопрос, ну, может, я неправильно его задал, да, как бы, как по объему понять, что это лонг или шорт, как бы, корреляция там, не корреляция, это вы... Ну, такой короткий вопрос, однозначно вопрос, какой простой, знаете, когда... А, ну, извините, ну, мне просто пока... Просто вы говорите, что вот шорт и лонг, как бы. Определяется, очень просто. Выходит объем, смотрим, куда он позиционируется и работаем по позиционированию. Это вот если в двух словах просто ответить на этот вопрос. Понял, Алексей. И последний вопрос. Хорошо. Смотрите, ну, вот, ваша точка зрения, только ваша, как бы, да, 10 тысяч контрактов открыто на шорт и в 130-м контракте, в 130-м страйке, да, на 20-е число открыто 40 тысяч голов, как бы. Ну, вы же понимаете, что человек стоит в лонге? Так, еще раз, в 140-м это про опционы мы говорим? Нет, в 130-м, в 130-м. Ну, про опционы мы говорим, да? Да, в 130-м, в 130-м в Калах ну, ровно в два с половиной раза больше объем стоит, чем он набрал в ЮЧей, как бы, сегодня. Ну, он же явно в лонгах еще стоит. Нет, я просто не понимаю. В опционах всегда кто-то продал, кто-то купил. Понятно, что большие деньги... Я вам просто сейчас сказал позицию, что, ну, как бы, ну, ладно, давайте не будем, это уже в вашей передаче пошла уже дискуссия. Я вам напишу, просто пообщаемся. Я вам в личку напишу. Мне очень интересный вопрос, как вы поставили. Что значит стоит в покупке в РТС? Если он продал, продал, он считает то, что рынок туда не дойдет, 130-й, да? Хорошо, Алексей. Давайте так. Так, куплено 100 контрактов 130-го страйка, колов. Ну. И сегодня 50 контрактов продано. Фьючами. Куда стоит человек, вы можете понять? Он купил колов вчера. Давайте в личку пообщаемся. Я вам напишу. Я просто напишу пример, как бы, и покажу, что, ну, почему вот у меня был этот вопрос. Да, спасибо большое. Вы пытаетесь определить, вот, просто по рынку, или для себя мне какой-то вопрос вставить? Мне для себя. Мне только для себя. Я ни в коем случае... Вы же знаете мою позицию, что 90% на рынке нельзя понять, куда пойдет. Ну, моя точка зрения. Моя личная. Моя точка зрения. Моя точка неопределена. Это и моя позиция. Да, это моя точка зрения. Ни к никем, ну... Да, точка зрения достаточно широко признана, да, то, что там 80-90% на рынке находятся в состоянии неопределенности, не только там 10-20%, когда он в тренде, мы более-менее... Ну, когда мы пытаемся заработать деньги, да. Да, естественно. Но это тоже, как бы, общеизвестно. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Алексей. Да, спасибо вам огромное. Я напишу вам. Или в Фейсбуке, но найду, напишу, да. Спасибо. Ну, давайте, да. Спасибо Евгению Питерскому, действующему чемпиона мира, за его вопрос. Спасибо Алексею за ответ. Алексей, что же вы так скромно отвечаете? Надо было закидать Евгения словами Стадемайер и все. И победит. Нет, ну, я хочу понять, что он имеет в виду, но тот же проблем еще, знаете, сколько трейдеров, столько и терминов. Ведь в основном, в одном и том же. Мы говорим, но где-то в разных местах учили. Даже разные книги, разные там, отвертокрыла какого-то, да. Но любое учение, любое направление, разные термины. И тут надо долго разбираться, что же человек конкретно имеет в виду, когда спрашивают. Вот это вот. Я вчера тоже с одним переписывался, там, о трендовых, контртрендовых сделках. Там переписываться пришлось, ну, достаточно долго. И смысл-то в том, что человек говорит, контртрендовая сделка. А непонятно, к какому даже таймфрейму он это относит. То есть вот, надо очень долго разбираться, что человек имеет в виду, расписывает, да, чтобы докопаться до истины, потом уже что-то обсуждать. Ясненько. Поняли вас, Алексей. Спасибо вам большое за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам всем удачи, счастливо. Всего доброго. До свидания.